Ну что ж ребятки, всем привет! Сегодня будет новое видео, в котором я вам покажу топ 10 машин для новичка. Я снимал подобное видео примерно 2 года назад, оно вам очень понравилось, я решил повторить, потому что за это время много чего поменялось, изменилось и добавился новый тюнинг и новые машины. Поэтому я думаю этот видосик будет вам интересный, полезный, поставьте лайк, ну и конечно же подпишитесь на канал. Ну а в начале игры вам конечно же поможет мой промокод, вводите промокод Палканов на любом сервачке до 5 уровня, за него получите 300 тысяч. Вся информация есть в описании под видео. Я вам ребятки в свою очередь могу пожелать только приятного просмотра, приятного аппетита, усаживайтесь поудобнее, берите с собой попить, покушать и наслаждайтесь данным роликом. Всех обнял, приподнял, полетели! Ну что ж ребятки, давайте начнем с вот такого вот интересного автомобиля, это получается у нас ВАЗ-2106. Это моя личная машина, потому что у меня в жизни есть такая же машина и я как бы на ней езжу, у меня здесь стоит нитро, но я ее советую не за того, что у меня такая в жизни есть, а из-за того, что она стоит там 80 тысяч и за эти деньги вы реально получаете очень интересный автомобиль. То есть она реально очень хорошо едет, да у меня здесь стоит нитро, но мы его использовать не будем, хотя для интереса я могу вам показать. Я сейчас еду без нитро, то есть здесь стоит первый чип, не третий, то есть она разгоняется, ну не прям бодро, понимаете, это все-таки Жигули, это как бы вам не Тойота, не БМВ, не Мерседес. То есть тачка такая, знаете, ну для новичка я думаю нормально будет, то есть тачка довольно-таки симпатичная, подвергается тюнингу, максимальная скорость у нее 165 километров, то есть газульку в пол даем, такой немножко бодренький разгончик на ней тросики. Нормально идет, нормально, мне прямо она очень нравится, то есть она заднеприводная, по управлению тоже никаких проблем нету, то есть тачка реально очень прикольная. Ну а сделать вы с ней можете много чего интересного, то есть есть вот тюнинг комплект, вы можете сразу тюнинг комплект сделать, то есть у вас будет такая, знаете, рейлиная машина, такая гоночная. То есть, ну машина реально очень интересная, то есть много вот бамперов, всяких вариаций, какие вы хотите, то есть можете так сделать, так сделать, так сделать. То есть, ну, реально очень много на нее тюнинга, то есть, вы сможете ее очень прикольно видоизменить. Итак, ребятки, следующий автомобиль это ВАЗ-2108, очень эта машина мне нравится, как бы, и в жизни, и в игре, я себе такую в жизни очень сильно хочу, но дело не в этом. Дело в том, что я начал играть в 06, и моя первая машина, которую я купил, была там ВАЗ-2108. Эта машинка уже будет пободрее, чем получается у нас шестерочка, сейчас у нас она без чипа, чип у нас проявляет 30 километров, то есть, на первом чипе она будет ехать 196. То есть, тачка реально прикольненькая такая, бодро разгоняется, побыстрее, чем шестерочка, но она, как бы, двухдверная, то есть, с кентами вы уже на ней, как бы, не покатаетесь. К сожалению, тюнинга на нее нету, то есть, вы не сможете ее как-то видоизменить, ее даже нельзя занизить, к сожалению, поэтому, ну, в плане тюнинга, в плане внешки, вы с ней толком ничего не сделаете. Вы сможете ее только покрасить, там, поставить диски, тонировка, там, и так далее. Следующий автомобиль, это Lada, получается, Priora, то есть, очень такая пацанская машина, популярная, довольно-таки бодро наедет, то есть, передний привод, но разгоняется, управляется довольно-таки неплохо. Сейчас эта машина без чипа, но чип прибавляет примерно 30-40 километров, то есть, на каждой машине по-разному. То есть, без чипа, видите, у нее максималка 180, то есть, с чипом она будет ехать где-то 210. Итак, смотрим, получается, тюнинг на эту Priora, очень много здесь всяких приколов, то есть, бампера, не бампера, можно ее очень сильно видоизменить, можно поставить, там, допустим, спойлер. То есть, тачка реально к тюнингу очень хорошо подвергнута, то есть, ну, есть такой колхозный тюнинг, но это уже на любителя, как уже сделаете, так оно как бы и будет. Итак, следующий автомобиль у нас это уже иномарочка, старенькая иномарочка, но иномарочка, это у нас Subaru, Subaru Legacy, ну, не VX, конечно, но тоже машинка, я думаю, бодрая такая. Стоит она 300 тысяч в автосалоне, то есть, я думаю, это недорого, то есть, она стоит даже дешевле, чем Priora. Но Priora, как бы, можно тюнить, с этой машиной вы, в принципе, ничего сделать не сможете. То есть, ну, едет так, она не особо бодрая, тоже разгоняется, но, ну, за эти деньги, как бы, вы прям суперкары, как бы, не купите, я думаю, сами понимаете. То есть, эта машина стоит дешевле, чем Priora, и максималка у нее без чипа больше на 10 километров, то есть, на первом чипе она будет ехать 220. То есть, если, допустим, брать между Priora и между вот этой Subaru, я, наверное, взял бы Subaru. То есть, да, Priora, это типа классика, это суета, тюнинг, занижение там и так далее, но по скорости, по разгону, эта машинка будет реально поинтереснее, то есть, она и дешевле на 100 тысяч. Ну, а следующий автомобиль, ребята, это у нас буханка. Да, вы скажете, что я ебанулся, на голову, какая, блядь, буханка, потому что она медленная. Мне даже страшно представить сколько, то есть, давайте затестим. Но, почему именно эта машина сюда попадает? Потому что сюда влазит 600 килограмм рыбы. То есть, это такая, больше, знаете, рабочая машина, если вы хотите, там, пойти, допустим, на рыбалку, либо еще куда-то, ну, точнее, на рыбалку, куда вы можете еще пойти. Хотя сюда, может, урожая много влазит, я не знаю, может, эта машина подходит и для фермы. То есть, да, здесь максималка без чипа 135, то есть, чипом будет, это 165. Реально, сюда очень много влазит рыбы, то есть, 650 килограмм, это реально бодро. То есть, ну, тачка такая, да, на любителя, конечно, но если вы хотите, там, заниматься рыбалочкой, если вам надо такая вместительная машинка, то это именно ваш вариант, получается. Кент ебать хуяк, сел ебать сзади и полетели, там, суету делать, я не знаю, либо на рыбалочку, на природу, наши шлычки ебать, выехали. Да, ребятки, к сожалению, пошел в игре дождь, я не могу его выключить, его может выключить только администрация, поэтому за картинку, как бы, извиняюсь. Я вообще не вижу дождь в игре, поэтому придется терпеть. Мы с этим, как бы, ничего не сделаем, поэтому ладно. Следующий автомобиль, это у нас, получается, УАЗ Патриот. То есть, да, вы скажете, блядь, какой нахуй еще УАЗ, блядь? Ну, УАЗик тоже интересная машина, сюда влазит, получается, у нас 350 килограмм рыбы, то есть, для рыбалочки эта тачка тоже, как бы, немножко подойдет вам. То есть, без чипа, максималочка, у нее, получается, 157 километров. То есть, если мы ставим сюда первый чип, максималка у нас будет 187. Следующий автомобиль у нас довольно-таки интересный, это, получается, Мазда RX-8. То есть, данный автомобиль стоит, по-моему, 800 или 900 тысяч в автосалоне. Но самое интересное, то, что у нее, допустим, максималка без чипа 210, а с чипом будет 240. И в теории, видите, на этой машине, как бы, можно дрифтить. То есть, конечно, не прям профессионально, но боком, как бы, она идет. Ну, боком, кстати, идет реально бодро, то есть, ей можно хорошо так управлять. То есть, это уже такая, знаете, тачка уже такая гоночная. Гоночный такой автомобиль уже, знаете, на котором можно реально похасанить, пошашковать, по дрифтитам и так далее. То есть, здесь у нас уже все нарядненькое, мы можем поменять бампера. То есть, можем вот такой вот бампер поставить, можем там пороги поменять, спойлер. То есть, ну, тачка такая, уже для тюнинга нормально подходит. То есть, можем там спойлер поменять, допустим, можем вот такой спойлер поставить. Я этого сделать не мог, потому что машина-то не личная, я ее заспаунил. Но так, типа, ну, вы можете реально с ней там немножко поиграться. Итак, следующая машинка у нас Kia Rio. То есть, ну, честно, не очень она мне нравится, как бы. Я к Kia, конечно, отношусь нормально, но такое себе, на любителя. То есть, на любителя данный автомобиль стоит, по-моему, 600 тысяч. Но, как бы, это уже иномарочка тоже, в принципе. Это уже вам не Lada, это уже вам не Priora, это уже иномарка, это уже Kia, понимаете? Это уже кореец. Довольно-таки максималка неплохая, то есть, мы видим 190 км в час. По-моему, Subaru также ехала. Ну, Subaru, если честно, выглядит поинтереснее, чем Kia. Ну, чисто моё мнение. Ну, а так, как бы, максималка 190, без чипа, с чипом будет, получается, 220. По управлению похожа на Priora, я не знаю. Ну, а вот, ребятки, самая интересная машина, по моему мнению. То есть, она стоит 800 тысяч в автосалоне, но это прям стиль просто. Я в эту машину влюбился, на ней еще недавно добавили занижение. То есть, тачка реально очень классная. Я себе её приобрёл, у меня здесь стоит третий чип, получается, и аудиосистема. Здесь можно реально там оптику поменять, пороги поменять. Ну, я так по минимуму просто тюнинга накинул, то есть, мне на вот таком виде прям очень сильно нравится. Ну, прикиньте, у меня такой автопарк, у меня там есть X5, M5, ламба фул зелёная. А я, блядь, Skoda хочу соврать, понимаете? Я хочу полностью собрать эту машину, чтобы она была фул зелёная. То есть, максималка у неё получается на третьем чипе 260, то есть, на первом чипе она будет ехать 230. Ну, тачка прям очень классная, я вам говорю. Даже на третьем чипе, видите, максималка у неё небольшая, но, блядь, я от этой машины кайфую, потому что она реально внешне очень красивая. То есть, такая суетная машина, на которой реально можно там суету делать. Четырёхдверно можно с типами просто сесть, полететь там на движуху какую-то, ебать, похасанить. Да-да-да, да-да-да-да-да, да-да-да-да-да, тара-та-та-тара-та-та-там, пам-пам-парам, пам-пам-пам-пам. Заебал этот дождь, сука, я его рот ебал. Весь мне видос, запорол гондон. Ну что ж, ребятки, последний автомобиль, да, он, конечно, в нас бюджет немножко не вмещается, Потому что если покупать эту машину с рук с тюнингом То есть она будет стоить там где-то 2 миллиона Но я думаю, если хорошо поискать Можно там за полторашечку найти, я думаю, Марк Возможно найти стоковую машину Потому что у него воска там очень маленькая Ее в V100 тюнить очень дешево Но это реально очень хорошая машина То есть эта тачка реально бодрая Она бачком едет, то есть на ней все дрифтят То есть если вы зайдете даже в топы дрифта Везде есть этот автомобиль Точнее даже не везде он есть Там, блядь, все машины практически это Марк 2 Которые там на нитро, на тюнинге, на хуена там и так далее То есть здесь у нас сейчас стоковый вариант Давайте проверим максималку Но максималка, по-моему, у него очень бодрая Даже без чипа То есть она очень хорошо разгоняется То есть по факту это самая, наверное, быстрая машина Из тех, что мы смотрели То есть у нее самый лучший разгон И у нее самая большая максималка То есть даже у Шкоды той же самой У нее максималка меньше То есть здесь максималка с первым чипом 240 А на Шкоде будет 230 То есть это такая самая бодрая, самая интересная машина Которую вы можете купить Ну что ж, ребятки Вот такое получилось видео Надеюсь, что вам понравилось Я вам показал топ-10 машин Которые можно приобрести до 1 миллиона Ну почти, кроме Марк 2 Можете написать в комментариях Какие машины еще нужно было бы сюда добавить То есть какие вы еще машины знаете До 1 миллиона Которые можно было бы приобрести новичку Ну а так, я думаю, я вам все понятно Объяснил, показал, рассказал Поэтому от вас хочу увидеть максимальную активность Ставьте лайки и подписывайтесь на канал Все информации есть в описании под видео Поэтому заходите, смотрите И начинайте играть вместе со мной Всех обнял-приподнял Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok